Отец Небесный, в это утро мы преклоняем при Тобой свои головы, свой взор, Господь, и просим Тебя, чтобы Ты дал нам Свою благодать, явленную через Сына Господь, умножил ее в нашей жизни, явил Свою милость и дал нам Твоего Духа Святого, который поможет нам проникнуть в Твои глубины, чтобы познать Тебя, чтобы знать, кому мы поклоняемся. Господь, я просто прошу, чтобы Ты благословил, Господь, наши сердца, чтобы они были открыты, Господь, для Твоего Слова, для Твоего ведения, Господь. Я прошу, чтобы Ты наполнил нас, Господь, исполнил нас радостью, терпением и помог нам усвоить то Слово, которое будет высвобождено сегодня. И пускай, Господь, мои уста, Божие, они будут в Твоем ведении, Господь. И то, что из сердца, Господь, пускай говорится только то, что исходит из сердца, Господь. Во имя Иешуа. Аминь. Значит, давайте помним буквально, кратко, то, о чем мы говорили. Олег, можно тише там под кожей немножко. Ань, хорошо. То, о чем мы говорили вчера, мы говорили о истоках и смысле поклонения, да? Мы говорили о том, что Бог ищет, Бог ищет себе, Бог ищет себе поклонников. Зачем Бог ищет поклонников? Потому что однажды Он потерял их. Потерял того, кто был создан для того, чтобы осенять престол Божий, славой, покрывать его славой. И это место осталось как бы невостребованным. И это святилище, в котором находился синяющий хирург, оно осталось невостребованным. Мудрость его, как бы, и красота его, величие его тоже. И Бог ищет этих поклонников. Нашел ли Он их? Мы читаем, что Он нашел их. И все еще там рядом с престолом Божьим остается место для нас с вами. И еще мы говорили, зачем нам нужно поклоняться, да? То есть, что происходит во время поклонения? То есть, происходит передача власти, да? И влияние, вы обретаете влияние в этом мире, в окружающем. Вы можете влиять на окружающий вас мир, нести его свет, потому что вы являетесь светом этому миру. И, естественно, вы, деля с ним его царство и поклоняясь ему, находитесь под его защитой, под его покровом и получаете его обеспечение. То есть, это вкратце то, что мы вчера должны были усвоить. Основные моменты. И сегодня мы с вами поговорим, у нас будет тема поклонения и боговедения. В основе поклонения лежит благодарное сердце. В основании нашей благодарности находится оценка того, что Бог совершил в нашей жизни. мы благодарим его за те чудеса, за те, ну, какие-то, не знаю, вещи, которые он делает в нашей жизни. У каждого они разные. Прежде всего, за спасение, правда, да? И за многие-многие вещи, которые он делает в нашей жизни. Когда мы можем оценить, что Бог совершает в нашей жизни, это говорит о том, что мы познаем истину. когда мы можем оценить то, что Бог совершает в нашей жизни, говорит нам о том, что мы познаем истину. Мы понимаем, да, о чем говорим. Оцениваем мы по отношению к чему-то, да? У нас должна быть какая-то точка отчета. И точка отчета этой опорой для нас является Слово Божие. Писание. Которое, ну, это Иешуа, это Слово, это Истина. Да, он говорит, я есмь, истина, я есмь, Слово. То есть, да? Мы это прекрасно знаем. Поэтому мы познаем его, мы можем оценить те вещи, которые он совершает в нашей жизни. И это является основой благодарности. Наша вера не теоретическая. Наша вера, она практическая. Вера, подтвержденная делами. Мы говорили, ну, и вчера о вере, тоже затрагивали вопрос веры. Что вера и поклонение – это неразрывное. Ну, как две стороны одной медали, да? Мы говорили, как два полушария, правая и левая. Вера без дел мертва, и мертвая вера не способна создать живое поклонение. Говоря о поклонении, мы говорим о вере, говоря о вере, мы говорим о поклонении. Там, где живая вера, там будет живое поклонение. И там, где вера мертва, она не способна создать живое поклонение. Оно будет мертвым, формальным. Мы будем просто петь песни, может быть, делать какие-то дела. Но в них не будет ни сердца, ни жизни. И они, ну, могут даже какую-то пользу принести. Но вам вряд ли. И мы помним, что вера и поклонение имеют очень глубокие духовные корни. Исходят из духовного мира, когда мы способны пересечь рамки этого физического мира, подняться и увидеть то, что Бог на самом деле творит на тот момент, как бы на небе. И мы непосредственно сейчас займемся уже нашей темой. Значит, давайте откроем Писание, Осия 6.6. Осия 6.6. Осия 6.6. Осия 6.6. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжения. Вот такой вот коротенький стих. Бог говорит, я милости хочу, а не жертвы, и боговедения, нежели все сожжения. А. Если кто-то из нас чего-то хочет, как человек, для нас это может означать, что мы можем принять то, что он хочет, или можем отвергнуть. То есть, но, да, если вот, помните, да, если женщина захочет, да, то она все сможет. Если мужчина захочет, он тоже сможет, если ему поможет женщина. Но здесь Бог говорит, я хочу. Господь говорит нам, я хочу. И если уж чего-то хочет Бог, творением которого мы являемся, и все, что мы видим, то он обязательно это для нас сделает. То есть, у него есть на это все права, вся власть. Он дает всем, чтобы это было совершено. Я хочу боговедения. Он говорит каждому из нас, и это означает, что он претендует, претендует на глубокое и откровенное знакомство. Почему знакомство? Потому что слово боговедение, там употребляется два слова. Нету слова такого, как бы, в иврите там и в оригинале. Если вы внимательно потом посмотрите, дома вы можете, как бы, исследовать это место. Там употребляется, ну, два слова, как бы. Это означает, одно из слов означает имя Божье. То есть, одно из имен Божьих, там может быть много имен, да? Мы знаем, у Бога много имен. И второе слово, которое употребляется, это слово познание, узнать, познать. И вот эти два слова, они были переведены, как бы, в сочетание, как боговедение. То есть, можно было бы сказать, он, ну, вместо так процитировать, что я хочу, да, чтобы вы познали мое имя. То есть, узнали тот, кто я есть на самом деле. То есть, поэтому он в этом месте Писания говорит о том, что он претендует на глубокое и откровенное знакомство с нами. А еще одно имеет слово познание, как разумение, умение, ведение. И мы знаем, что каждое, ну, имя Бога, оно отражает его определенную сторону, правильно, да? Даже, ну, в еврейской культуре, когда давали имена детям, которые рождались, они определенно отражали какие-то качества, да? И даже потом, они во взрослом возрасте уже могли менять имена, да? Бог там менял имена эти. Был Арам, да? Стал Авраам, то есть, да? Авраам, Авраам стал, да? Был Яков, стал Израиль, да? То есть, как бы, потому что менялась сущность человека, да? И менялось его имя. И у Бога много имен, и Он очень многогранен, и Он желает и претендует на то, чтобы вы знали, кому вы поклоняетесь, знали, ну, вот эти вот, раскрывали его грани. То есть, Он, я немного, может быть, забегу вперед. Помните, когда Моисей в Исходе, там, в третьей главе, спрашивают, как твое имя? Ну, вот я, чё, я пойду к Израилю, чё мне им сказать? Как твое имя? Того Бога, о котором я буду говорить с ними. Он говорит, я есмь. Скажи, что я есмь, да? Я есмь сущий, да? Помните, к нам, я не знаю, может, кто-то помнит, не помнит, к нам приезжал Альберт Тюркно. Да, да? Он говорил, что это место, говорил он, буквально переводил, как я есмь тот, то есть, я буду тем, кем ты хочешь, чтобы я для тебя был. Буквально, понимаете? То есть, вот у тебя есть вот такие нужды, я буду этим. У тебя есть такая просьба, я буду тем. То есть, я буду тем для тебя, кем ты хочешь, чтобы я для тебя был. Но в рамках, конечно, своего слова, понимаете, да? Своей праведности, своей святости, то есть. Поэтому он хочет, чтобы мы знали его. мы не можем поклоняться Богу, которого мы не знаем. И Бог, он не желает, чтобы люди, которые его не знают, ему поклонялись. Мы дальше об этом будем говорить. Он об этом очень строго говорит и очень сильное выражение употребляет. Мы будем разбирать потом, чуть-чуть немножко дальше, не будем забегать вперед. Бог не желает, чтобы ему поклонялись те люди, которые его не знают. «Вы не знаете того, кому поклоняетесь». Так сказал Ишуа Самарянки. Да, мы вчера это место использовали, читали. Он говорит, «Вы не знаете того, кому поклоняетесь». Поэтому в ее жизни были те вещи, он говорит, «У тебя пять мужей, да, и тот, который сейчас тебе не муж, потому жизнь ее». То есть она вроде бы поклонялась Богу, она говорит, «И отцы наши кланялись, и все тут, и мы тут». Он говорит, «Вы не знаете, чему того, и вообще чему, или того, кого вы поклоняетесь». Поклонение неизвестному Богу теряет всякий смысл. Потому что мы с вами вчера говорили о том, зачем мы поклоняемся, да? Мы поклоняемся, через поклонение мы приобретаем какие-то вещи. Если мы поклоняемся неизвестному Богу, которого не знаем, это поклонение теряет всякий смысл. Господь претендует на глубокое, исчерпывающее знакомство. Он желает открыть так много о себе каждому из нас. Это его желание, желание его открыть нам о себе так много. Познание Бога, откровение об Отце утверждает нашу веру, а значит и наше поклонение. Когда мы познаем, да, его, это утверждает нашу веру, обновляет ее. Потому что именно вера является одним из оснований. помните, я рассказывал вам сон вчера, да? То есть это для меня было, ну, очень, знаете, мы можем читать слово, иногда мы можем это место видеть тысячу раз. И вроде мы и в Духе Святом читаем. Но это был, может быть, не время для нас, чтобы это слово было открыто. Но Бог, у Бога множество возможностей, как поднять вашу веру. Это могут быть люди, пророчествующие в вашу жизнь. Это может быть какие-то обстоятельства или слово проповедника вообще, правда? То есть, ну, это всячески может Бог подтвердить и подкрепить вашу веру, как бы, сны, как бы, очень много. Поэтому познание Бога, оно утверждает нашу веру. И, значит, и наше поклонение. Пусть наше поклонение станет результатом боговедения и богопознания. Боговедение это результат знакомства глубокого и откровенного, в котором мы открываем для себя его сущность. Я вам приводил это место из ход 3, это 3 глава, 13 стих. Можете себе записать, когда Моисей спрашивал, кто ты, с каким, ну, как я скажу Израилю, кто ты есть. на самом деле. И проповеди без Бога, они превращаются в религиозную демагогию, потому что человек говорит то, чего он не знает. И поклонение без боговедения это всего лишь примитивный и фальшивый балаган. Проповедь без Бога, она превращается в религиозную демагогию просто, потому что человек не знает то, о чем говорит. И поклонение без Бога, без боговедения, оно превращается просто в балаган. Примитивный, примитивный, фальшивый балаган. можем просто петь знакомые песни, которые мы поем там уже много-много раз, можем делать какие-то привычные дела, но в этом не будет ни сердца, ни эмоций, ни чувств никаких, то есть вы ничего не сможете людям передать, ничего сами не сможете принять. Какой пришел, такой и ушел. нет ничего страшнее и безобразнее, чем служить Богу без Бога. Служение Богу без Бога. Поклоняться Богу без самого Бога. это такое себе безбожное христианство. И к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день мы можем видеть много примеров таких, что никак не утверждает его царство и его влияние в этом мире. Откройте Исайю первая глава с 1 по 15 стих. Он видел об Иудеи и Иерусалиме в одни Озии и Анафама Ахаза и царей иудейских. Слушайте Иерусалиме 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 Представьте Иерусалиме огромное количество людей, храм, жертвоприношения, праздники, торжество. И на это Бог говорит «Не носите больше даров тщетных». Все, что мы делаем без Бога, для Бога, вернее, без участия Его, это тщетное служение. Есть служение, которое Бог принимает, восхищается и наслаждается ими. А есть служение, которое Бог ненавидит. Он говорит «Я не могу терпеть. самая страшная оказаться в этом состоянии, о котором говорит Господь в этом через пророка Исаию. Мне не нужны ваши праздники, ваши жертвы, ваше пение. это еще не самые сильные слова, которые употребляет Бог. Это еще не самые сильные слова. «Чего же хочет Господь?» И Он наверное кричит просто в наш долг. «Я хочу боговедения». Ритуалы – хорошо, праздники – хорошо, но боговедение есть основа всего. Познание Бога, кто Он есть, есть основа всего. Откройте Амоса 5 главу 21 и 23 стих. Пророк Амос 5 21 23 Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обманяю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву и стучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков после твоих не буду слушать. ненавижу. Правда, какие сильные слова? не призрю. Удали от меня. Не буду слушать. Бога есть эмоции. Он может умиляться, восхищаться, радоваться, а может раздражаться и ненавидеть. И мы с вами должны проверить, что такое боговедение. Давайте просто какое-то время просто на языках помолимся. Аминь. Аминь. Боже, дай нам не оказаться в таком состоянии, о котором мы сейчас считаем. Во имя Ишо, Боже, разрушь, Господь, у нас всякое то, что нас отделяет от Тебя, Боже, всякое препятствие, которое отделяет нас от Тебя, Боже, пускай будет разрушено во имя Ишо, Боже. Господь, дай нам как честным людям, как истинным поклонникам, Боже, честно взглянуть на свою жизнь, Боже, и, Господь, принести эту жертву, может быть, покаяние, Боже, очищение, Боже, для того, чтобы мы могли приблизиться к Тебе, Боже, чтобы наши жертвы, они были угодны, чтобы они восхищали Тебя, чтобы они приносили Тебе радость, чтобы они приносили Тебе умиление, чтобы они в вас были результатом богопознания, Боже, чтобы наше сердце прилепилось к Тебе, Боже. Удали от нас всякое нечестие, Боже, удали от нас, удали от нас, лехащие монахи. 岃 Ground дали от нас, � clearing,